всем привет дорогие друзья из жаркой солнечной жаркой я солнце и жарко сегодня у нас 20 ирми сегодня 30 августа и в алании стоит настоящая жара сегодня мы расскажем как проходит наш ну практически самый обычный рабочий день 20 сегодня 29 августа общем уже потерялись в них недели наш офис находится на пятничном рынке в самом центре алании а вот здесь как раз вчера был пятничный рынок стоит очень жаркая погода в общем идем на обед каждый день когда мы в алании мы приходим на обед кахмет пусте и сегодня у него всегда очень вкусные супы ну и конечно фирменный суп это из чечевицы и курицы и сегодня куриный суп кстати здесь на столе есть меню на русском английском и турецком языках турецком языках и супы суп стоит куриный суп стоит 12 лир а чечевичный суп стоит 10 лир кстати в описании к этому видео смотрите ссылку на обзор этой столовой ресторана с ценами и со всеми блюдами но сейчас всем всем кто кушает приятного аппетита я ем куриный суп обычно в турции подает подают суп с салатом с хлебом но и конечно же дают воду сейчас дают таких вот индивидуальных одноразовых упаковках и я всегда кладу лимон потому что это очень освежает на улице очень жарко в салат здесь еще добавляют и гранатовый соус по вкусу можно добавить соль или или перец а супчик вот такой вот шикарный натуральный куриный в общем очень вкусный всем советую обязательно приходите если говорить о нашей работе и нашим рабочим дне то могу сказать что наш рабочий день обычно начинается часов в десять утра 9 может и в пять начаться все зависит от проектов над которым мы работаем и иногда заканчивается может закончиться в четыре дня если сделано очень много работы нужно отдохнуть либо в час ночи не все из вас знать чем мы занимаемся занимаемся мы брендингом дизайном маркетингом консультациями по развитию бизнеса смотрите обязательно ссылку в описании на сайт нашей компании это очень интересная классная работа занимаемся мы ей уже более 15 лет а youtube это для для вас друзья для тех кто интересуется жизнью отдыхом бизнесом покупками в турции для вас я снимаю видео это можно сказать мое хобби моя основная работа это как раз вот то чем мы занимаемся профессионально ну а сегодня каждый наш рабочий день абсолютно разнообразен и сегодня мы едем в один отель к нашим клиентам который расположен еще этот отель мы вам не показывали расположен в горах вала не с потрясающей панорамой в общем уникальное красивое место поэтому приглашаем вас вместе с нами в отеле мы также не останавливались мы на следующих выходных остановимся там на пару ночей и покажем вам все подробно а сейчас едем по алане по окрестностям и смотрим что же здесь происходит жарким жарким августом вала не стоит нереально жаркая погода сейчас два часа дня пол третьего и как описать эту жару я не знаю ну и конечно же пола не влажно поэтому жара ощущается еще сильнее и в августе стоит самая жаркая погода сейчас сегодня вышла новость о том что завтра обещают рекордную температуру за последние там несколько десятков лет в общем жарко влажно солнечно зелено у нас в конце этого видео обязательно отправимся с вами на пляж и я покажу вам сейчас мы с вами отправляемся из центра алании мы доехали уже до конаклы и отправляемся вот сюда далеко-далеко наверх в горы ехать нам примерно но сейчас 21 а так 30 километров от центра алании и это район тюрктаж в общем посмотрим насколько там прохладно но то что там очень красиво я не сомневаюсь алании это достаточно большой город и приезжая в турцию вы видите в алании только прибрежные районы такие как оба тосмур махмутлар центр города и так далее но на самом деле в алании 110 районов и большинство этих районов это как раз вот такие вот горные районы точнее деревеньки это были раньше назывались они деревни сейчас это микрорайоны алании и их 110 располагаются они в такой горных холмистой местности здесь люди занимаются они работают на земле сельским хозяйством есть у кого-то животные куры куры и так далее но в основном конечно же все работают в туризме вот такой вот один из не туристических районов алании здесь большое количество теплиц чуть дальше газипаше уже выращивают бананы а здесь выращивают различные овощи и стоят дома где частные дома где небольшие двух трех этажные дома где живут несколько семей алания она на самом деле как и вся турция она очень 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 разная если у нас здесь есть то к чему привыкли многие которые приезжают полонию это море солнце и пляж и многие очень многие не знают что алания как я уже сказала это не только прибрежная зона это и горные районы но а зимой в алании выпадает тоже большое большое количество снега в горах поэтому очень хорошую погоду можно зимой загорать на пляже в январе месяце и через полчаса оказаться в горах и любить снеговиков играть снежки и кататься на санках в общем вот такая вот она алания и вот это вот то что вы видите сейчас это как раз и есть типичная алания типичные аланийские микрорайоны которые расположены как раз в этой горной местности друзья мы уже на месте и посмотрите какая здесь красота сплошной лес в общем шикарно очень красиво очень красиво да да и вот это тоже является частью нашей работы поездки по разным красивым потрясающим интересным местам посмотрите какая красота здесь друзья потрясающее место на следующей неделе мы на пару дней остановимся в этом отеле и я вам покажу все я очень рада что мы сюда приехали от моря 23 километра в горах есть комнаты разных типов видов в общем подписывайтесь на канал если вы еще не подписались и увидите всю красоту этих мест и самую настоящую аланию потому что настоящая алания она вот такая природа здесь сюда можно приезжать отдыхать и ваш отдых будет просто незабываем вот такого здесь потрясающий бассейн инфинити и представьте когда вы здесь плаваете перед вами открывается вот такая вот великолепная панорама на горы сейчас жарко но днем и утром прохладно я уже хочу скорее сюда приехать и тоже здесь побывать покажу вам сейчас сейчас самый сезон спеет все фрукты и овощи и вот здесь вот растет айва здесь апельсины они уже зеленые и скоро станут желтыми оранжевыми яркими здесь есть и лимоны кстати какие апельсинчики красивые а сейчас покажу вам кактус кактус еще очень много винограда есть инжир здесь есть и зеленый и черный виноград посмотрите какая красота можно рвать и есть здесь черный виноград айхан уже попробовал сказал что спелый зеленый черный разнообразный виноград вот посмотрите уже совсем поспевший и с этой стороны кактусы фрукты кактуса тоже можно есть но когда вы их покупаете на рынке обязательно берите в перчатках потому что у них очень мелкие иголки и они впиваются сильно в руки в общем вот такие вот красивые сочные фрукты кстати очень вкусные мне нравятся напишите в комментариях любите ли вы фрукты кактусы пробовали ли вы их когда-либо а здесь растет инжир вот он спеет я люблю фиолетовый инжир здесь он такой вот зеленый здесь уже собрали миндаль и миндаль у него есть мягкая кожура которая высыхает и отпадает и вот это вот жесткая кожура если расколоть вот этот орех то будет миндальное зерно миндальный орех в общем кто не видел миндаль выглядит вот таким вот образом выглядит миндаль натуральный свежий миндаль и покажу вам еще раз панораму ой надышаться невозможно вот такая вот здесь красота друзья с нетерпением жду следующей недели когда мы здесь поотдыхаем поплаваем поживем пару дней и все для вас с ними покажем ну а сейчас отправляемся с вами вниз и конечно же находясь в Алане я не могу оставить вас без моря поэтому спускаемся вниз с гор и наслаждаемся морем и 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 ну что дорогие друзья мы на пляже я обещала вам показать в конце этого видео море мы успели солнце уже зашло но остались красивые краски заката посмотрите мы сейчас в районе конаклы с той стороны у нас луна а с этой стороны у нас потрясающий закат напишите обязательно в комментариях соскучились ли вы по морю если допишите и этот день был очень насыщенный и классный и в конце этого дня остаемся наедине с морем а 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 Дорогие друзья, мы уже у Левент Бея в его оптике. Есть оптик, и я заказала себе новые очки. Пожалуйста. Спасибо. Вот такие вот красивые очки, потому что я сходила к окулисту, и у меня поменялось изменяющее зрение, и я заказала вот такие очки, похожие на мои старые, но с черной оправой. В общем, сейчас будем мерить. Супер классное стекло, и стекло здесь защитное, потому что я очень много работаю на компьютере. В общем, антибликовое, ну в общем, супер. Мне кажется, что получилось очень-очень классно. И сейчас Левент Бея нам расскажет о том, как правильно выбирать очки. Вот эту вот оправу в прошлом, два года назад. Два года назад я покупала у него. Это солнечные очки с диоптриями. И в этих очках, в этой оправе я даже плаваю в море. Представляете? И с ними не происходит никаких проблем. А вот эту вот оправу я покупала в другой оптике, и она у меня одновременно с этой. Она у меня уже потрескалась. Потому что пришлось ее менять. Субтитры создавал DimaTorzok. Если вы не сможете сделать это, то это не будет никакого значения. Но, как я сказал, это, конечно, из качества использования используются качественности. Видите, здесь вы уже видите. Вот здесь вы видите. В этом случае есть еще и здесь. А вот это было, как будто у тебя есть отель, а это не работает, а будто кольцовый с ним. Но, как я говорю, это мы все равно что-то, и все равно, что вы получаете с клиентами с кальцами. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что это очень важно, что это вообще качество. И это полностью пользовательство, и украинство и продолжительность. И если вы приедете сюда, мы можем сделать грузов, то что мы можем, то что мы можем. Я хочу сказать, что каждый раз я вас об этом сказал, это очень полезная марка. Это очень полезная шерсть, но, и что сказать вам, Доброе утро, что я рекомендую, если вы хотите, в любом случае покупать все товары и цены. Думаю, что вы можете показать, что это невозможно. Я уверен, что в любом случае, я вас насчастлива, который я и я чувствую. Если вам нужны, друзья, качественные очки, приходите в Optiku Cleveland Bay. У него здесь солнцезащитные очки, очки для зрения, линзы. Начиная от 200 лир и супер модными разными марками типа Gucci, Tom Ford и так далее. Очень много разных моделей. Я очень довольна. И как Leven Bay сказал, несмотря на то, что та оправа достаточно дешевая, она супер-супер качественная. В общем, качество этой оптики я могу вам гарантировать, потому что это проверено моими собственными глазами, а зрение у меня, сами знаете, очень плохое. Ну что, дорогие друзья, я вернулась в офис. Сейчас уже около 9 часов вечера. Этот день был насыщенным, интересным. Как я уже сказала, все дни в нашей работе отличаются один от другого. Сегодня до 2 часов работали в офисе, а потом были в разъездах. Съездили в потрясающее место для души, для работы. Все обсудили. И в скором времени я постараюсь снять для вас видео из этого отеля. Ну и, конечно же, заходите по ссылкам в описании на сайты бронирования отелей, билетов и туров со скидками в Турцию. Заходите на сайт нашей компании. Обращайтесь, если понадобятся наши услуги. Будем рады вам помочь. На сегодня я с вами прощаюсь. В следующих видео мы отправимся в Анталию, в Кемер и опять в Афьон. В Анталии будем снимать для вас пляжи, море и, наконец-то, купаться. В общем, подписывайтесь, будет интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока.